МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На завершившейся 17 июля в Казани универсиаде спортсмены из Северной Осетии завоевали две золотые и три бронзовые. В супертяжелом весе на соревнованиях в Казани первенствовал штангист Руслан Албегов, тяжелоатлет из Северной Осетии, двукратный чемпион Европы, студент Горского государственного аграрного университета. Турнир на самом деле был очень серьезный, вот, можно сказать, немного неожиданно серьезный, потому что у всех на слуху как-то универсиада, это что-то с университетом связано, что-то такое студентское, но на самом деле очень много, очень хороших спортсменов приехало, можно сказать, и с других стран, и первые номера, там, где и вторые номера, вот, поэтому уровень был очень серьезный. 7 июля первую бронзу для Северной Осетии завоевал толкатель ядра Валерий Кокоев. В весовой категории до 70 килограммов сотрудник МВД по Северной Осетии лейтенант полиции Маргарита Гурциева, выступающая в составе российской сборной подзюдо, в командном зачете завоевала бронзовую медаль. А золото завоевал олимпийский чемпион Алан Хугаев. Представитель спортивного общества «Динамо» в турнире борцов-классиков победил в весовой категории до 84 килограммов. В финале он выиграл у Максима Манукяна из Армении. Напомним, на соревнованиях разыгрывалось более 350 комплектов медалей по 27 видам спорта среди представителей 162 стран. Это считается рекордом универсиад. По итогам игр сборная России одержала победу в общекомандном зачете, выиграв 155 золотых медалей, 75 серебряных, 62 бронзовых. Второе место занял Китай – 26 золотых, 29 серебряных и 22 бронзовые награды. Третье место у Японии – 84 медали, 24 из которых золотые. Первую победу в новом розыгрыше первенства футбольной национальной лиги одержала Владикавказская Алания. Соперник Ангушт из Назрани оказал упорное сопротивление, но все же неистовая поддержка фанатов в красно-желтых помогла подопечным Владимира Газаева взять 3 очка. Примечательно, что матч проходил в Пятигорске, поскольку домашняя арена пока дисквалифицирована. Слово Дэвиду Мамедову. В рамках второго тура футбольной национальной лиги Владикавказская Алания одержала победу с минимальным счетом над Назранским Ангуштом. Единственный мяч на 35-й минуте встречи забил нападающий Батрас Хадарцев. В концовке игры за вторую желтую карточку был удален защитник номинальных гостей Ваха Албаков. Стоит отметить, что игра проходила в Пятигорске ввиду дисквалификации Владикавказского стадиона «Спартак». Напомним, что в конце прошлого сезона в премьер-лиге из-за драки в матче Алания-Динамо республиканская футбольная арена была дисквалифицирована на один матч. Специально для осетинских болельщиков были задействованы 7 автобусов, которые выехали из Владикавказа задолго на начало игры с Ангуштом. А в третьем туре Алания пожаловала в Нижнекамск к местному нефтехимику. При подавляющем преимуществе в первой половине тайма красно-желтые пропустили. Отличился форвард Даврон Мирзаев. Но тут у гостей появилось скрытое оружие. Стандарты в исполнении Ренана Брессана. На 39-й минуте подачи белорусского бразильца положило начало взятию ворот. Гол на счету Григорьева. А в начале второй 45-ти минутки уже сам Ренан зажег свою фамилию на табло. Да как зажег? Выполнил сухой лист. Мяч так никого не коснувшись, юркнул в ворота после подачи с углового. И в дальнейшем инициативу гости уже не отдавали. Даже могли дважды забить, но в итоге довольствовались второй подряд минимальной победой и пятым местом в турнирной таблице. Дэвид Мамедов специально для Iron News. В Северной Осетии появилась летопись ГИБДД. Книга посвящена истории создания и развития этой службы. Ее авторы – это журналисты Казбек Таутиев и Оксана Баттеева. Работа заняла около полугода. И несмотря на сравнительно небольшой объем – всего 130 страниц – эта книга содержит подробную информацию о работе госавтоинспекции. Подробнее в следующем материале. Это был обычный день для жителей города, но только не для стражей дорожного порядка. Презентация книги проходила в торжественной обстановке, в которой приняли участие начальник республиканского ГАИ Хасамбек Бекузаров, Феликс Зулцев – ветеран, руководители подразделений госавтоинспекции, представители средств массовой информации. Книга рассказывает об истории создания и развитии автоинспекции республики со времен первых царских указов, касающихся уличного движения до наших дней. По основному образованию я историк, и мне всегда интересно окунуться в мир прошлого, прочувствовать его, поднять наверх что-то доселе закрытое для широкой общественности. Поэтому мне интересно принимать участие и, скажем, поднимать проекты, которые непосредственно связаны с освещением истории, не только истории в целом, скажем, истории Вадикавказа, истории республики, в том числе и истории ГАИ. Тираж книги составил тысячи экземпляров. В течение шести месяцев журналисты Казбек Таутиев и Оксана Батиева искали материал в архивах, общались с сотрудниками, несущими службу, даже выезжали на рейды. После того, как мы побывали в рейдах с Ноной Ботсовой, с Ингой Иоанной Костуевой, после того, как выезжали на ДТП, наблюдали каждодневную работу, мы пришли к выводу, что это адский труд. Как признались авторы, работа оказалась невероятно сложной. К тому же книга была выпущена в несколько другом виде, чем задумывалась первоначально. Но, несмотря на это, здесь собрана самая глубокая информация о работе госавтоинспекции республики. Вместе со всей страной госавтоинспекция прошла сложный путь испытания Великой Отечественной войной, непростые десятилетия послевоенного периода, и можно с уверенностью сказать, что трудом нескольких поколений сотрудников сделано немало. И в наши дни государственная автомобильная инспекция, продолжая эти традиции, несет повседневную нелегкую службу, в чем воочию смогли убедиться авторы книги. В Владикавказе недавно состоялось открытие дизайнерского дома одежды. Здесь реализуют свои творческие идеи, связанные с модой, все, кто может и хочет работать в данной сфере. Так что теперь, как уверят в дизайнерском доме студентам и выпускникам творческих вузов, не придется уезжать за рубеж в поисках работы. Открытие дизайнерского дома стало большим сюрпризом для выпускников творческих вузов Северной Осетии, в частности для студентов Института моды. Мадина Тотикова сегодня работает над созданием восточной коллекции. В поисках знаменитостей и карьерного роста начинающий дизайнер не исключает возможности попробовать свои силы за границей. Но при этом Мадина уверяет, что дизайнерский дом во Владикавказе – отличная возможность улучшить свои знания и навыки в области создания одежды. Я хочу стать дизайнером известным, еще хочу стать художником. Сейчас мы делаем коллекцию восточную и будем ее отвозить в Дагестан. В Пашеве чаще всего используются ткани из шелка и шифона, струящийся трикотаж, английская шерсть. Местом закупки ткани дизайнерский дом выбирает Дубай. Недорого, а главное качественно. Средняя цена платья составляет около 7 тысяч рублей. Несмотря на то, что предприятие молодое, ему уже пророчат большое будущее. Алла Григорьевна, конструктор-модельер, также и преподаватель института моды, тщательно подбирает персонал для дизайнерского дома из числа своих студентов и выпускников. Но с сожалением заявляет, что на сегодняшний день найти работу для творческой личности представляется крайне сложным. Здесь они не востребованы. Просто-напросто чистый художник-модельер или чистый дизайнер, когда они хотят. У нас нет таких предприятий. Некуда им здесь, вот применить себя негде. Единственное, что если такое предприятие у нас разовьется, мы хотим дать возможность показать именно себя. В основном дизайнерский дом занимается пошивом женской одежды больших размеров. Здесь и офисная, и деловая одежда, вечерние платья. Творчество и проявление собственной инициативы только приветствуются, но порой возникают и трудности. Мы приходим с удовольствием сюда, потому что мы занимаемся творчеством. У нас здесь нет никаких ограничений. То есть мы можем самостоятельно выбрать модель и самостоятельно ее закончить. То есть у нас здесь, в первую очередь, творчество. Это для меня очень важно. Рабочий день начинается с 10 часов. К обеду здесь уже вовсю кипит работа. Хотя каждый может в любой момент остановиться и отдохнуть, зная, что работа будет выполнена в срок и по всем установленным правилам. С 19 июля в Италии состоятся гастроли детского образцового ансамбля народного танца «Маленький джигит». Танцевальный коллектив получил приглашение Генерального консульства России в Палермо принять участие в Средиземноморском фестивале современного танца. «Маленький джигит» по праву считается одним из самых известных детских танцевальных коллективов России. Во многом это результат работы художественного руководителя ансамбля, заслуженного работника культуры Эрсуа Алания и России Таймура Закукаева, возглавляющего его на протяжении 50 лет. За время существования ансамбля более 10 тысяч детей в возрасте от 6 до 16 лет прошли школу осетинского хореографического искусства. Многие из них, возрослев, стали профессиональными танцорами, балетмейстерами, хореографами. «Маленький джигит» – неоднократный победитель всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. В репертуаре ансамбля – десятки хореографических постановок и танцев народов Кавказа. Это традиционный народный массовый танец «Щинт», приветственный танец, осетинский народный танец приглашения «Хонга Кафт», лирический девичий танец, головокружительный горский танец, озорные аварский перепляс и лакский танец, болгарский танец, хореографические композиции «Шалахо» и «Дедушкины именины». География гастроли ансамбля охватывает многие города России и Европы. Юные танцоры радовали своим мастерством жителей Парижа, Лондона, Цюриха, Берна, Берлина. Этим летом ребятам предстоит выступить на Сицилии и в Калабрии. «Маленький джигит», празднующий в 2014 году свой 75-летний юбилей, единственный детский хореографический ансамбль, удостойный высшей творческой награды Северной Осетии – премии имени Коста Хитагурова. «Маленький джигит»